Друзья, всем доброго времени суток, доброе утро. У меня была бессонная ночь, расскажу из-за чего. Наверное, многие в курсе, что у нас в Железногорске недавно пропал мальчик, 7-8 лет. Так вот, его недавно нашли убитым, искал весь город, 3000 человек было подключено. Помимо города подключались такие города, как Орел, Брянск, Курск. И как бы область. Сказать, что я это спокойно восприняла, это ничего не сказать. Я это переварила очень сильно через себя и до сих пор нахожусь в таком трансе. Продискутировать с вами хотела на какую тему. Вот после такой ситуации я немножко себя чувствую незащищенной, когда ты вроде бы живешь с соседями, всю жизнь знаешь, казалось бы, соседей. А в один момент просто твой ребенок не доходит домой, остановившись за три этажа просто до своего дома, просто зайдя к соседу. Тут речь сейчас не о педофилах пойдет, а о том, насколько реально небезопасно сейчас жить в нашем обществе. И немножко несправедливость, конечно, угнетает то, что преступник будет жить на свободе, ребенка уже не вернуть, к сожалению. И каждый день просто по статистике 70 детей умирает. Вот просто ни за что. От рук таких же маньяков, педофилов. Это действительно очень страшные вещи, потому что одно дело, когда взрослые люди изнасилованы и живут с этим, это как бы проще взрослому человеку справиться от изнасилования. Хотя тоже об этом говорить тоже можно бесконечно на тему того, что это тоже ужасно. Здесь ребенок даже пожить не успел, его жизнь оборвалась вот просто внезапно. И то чувство, когда подключился весь город, область, другие города, а убийца находился рядом, получается, в том же доме, в том же подъезде, с родителями мальчика, которые познали такое столь ужасное горе. И самое, что интересно, мы сейчас этому убийце, этому животному, я не побоюсь слова, потому что это действительно животное, которое совершило такое преступление, мы сейчас будем вместе с вами, с наших налогов, оплачивать ему либо же жизнь в тюрьме, либо же просто пожизненное существование психушки. Где справедливость? Почему у нас на такие случаи не предусмотрена смертная казнь? Возможно, бы и людям было легче смириться с тем, что вот ребенка нет. Хотя бы вот такой ценой, что и преступника бы тоже не было. А он отсидит, это если он вменяемый, там, если его психушку не положат, то он посидит, выйдет по УДО и дальше продолжит жить вместе рядом с этими же родителями. И, по сути, ты ничего не сможешь делать. Убив его, ты сядешь и отсидишь тоже такой же срок, тоже будешь вменяемый, просто вот жажда мести тобой будет руководить. И ты будешь сидеть, ну, как лишишься свободы из-за того, что вот в свое время этот человек лишил жизни твоего близкого человека. Так вот, вопрос, где справедливость? Продолжение следует...